Марк Твен. Возмутительное преследование мальчиков. Читает Олег Кузьминов. Недавно в Сан-Франциско прилично одетый мальчик, шедший в воскресную школу, был задержан и отправлен в городскую тюрьму за то, что швырял камнями в китайцев. Какой пример человеческой справедливости! Какое печальное доказательство нашей склонности тиранить слабых! Городу Сан-Франциско не делает чести то, что здесь так поступили с бедным мальчиком. Что внушалось с детства этому ребенку? Откуда ему было знать, что нехорошо бросать камнями в китайцев? Раньше, чем на него обрушится, как обрушился на него негодующий Сан-Франциско, дадим ему возможность оправдаться, выслушаем свидетелей защиты. Это был прилично одетый мальчик, ученик воскресной школы. Значит, надо думать, что родители его люди зажиточные и цивилизованные, которые сохранили лишь ровно настолько дикости, что с жадностью читают газеты и смакуют их содержание. Таким образом, этот мальчик не только по воскресеньям, но и во все другие дни недели имел возможность учиться добру и справедливости. Он узнал, что власти Великой Калифорнии взимают незаконный налог на право разработки прииска с иностранца Джона, в то время как иностранцу Патрику они разрешают бесплатно добывать золото. Вероятно, на том основании, что вырождающийся монгол не расходует ни цента на виски, а утонченный кельт не может жить без этого напитка. Мальчик узнал, что очень многие сборщики налогов, было бы жестоко обвинять в этом всех, берут с китайцев налог не один, а два раза. И поскольку они это делают исключительно для того, чтобы отбить у китайцев охоту ехать на прииски, их тактика вызывает горячее одобрение и считается верхом изобретательности и остроумия. Узнал мальчик также, что когда в чужой лоток с золотым песком запустят руку белый, под белыми, разумеется, испанцы, мексиканцы, португальцы, ирландцы, гондурасцы, перуанцы, чилийцы и прочее, его просто выгоняют из поселка. А если украл китаец, его вешают. И еще он узнал, что во многих районах обширного Тихоокеанского побережья у населения замечается такая неистовая стихийная тяга к справедливости, что всякий раз, как совершается таинственное неразгаданное преступление, люди заявляют, хоть бы отбрушились небеса, а правосудие должно совершиться, ими медленно хватают и вздергивают какого-нибудь китайца. Таким же образом, мальчик открыл, что судя по одной половине местной хроники в газетах. Можно думать, будто полиция Сан-Франциско либо спит, либо вымерла. А при чтении другой половины хроники выясняется, что репортеры в неистовом восторге от энергии, честности, усердия и отчаянной храбрости той же полиции. Они с упоением описывают, как зоркий Аргус, полицмен такой-то, застег гнусного мошенника-китайца, который намеревался украсть кур, и с триумфом припроводил его в городскую тюрьму. И как другой доблестный полицмен, украдкой следил за каждым движением ничего не подозревавшего узкоглазого поклонника Конфуция. Скажите после этого, что репортер не остроумен. И как он, в конце концов, застег китайца в тот момент, когда тот самым подозрительным образом положил руку на пакетик гвоздей, оставленный владельцем на видном месте. Репортер усердно расписывает, как один полицмен совершил это великое дело, а другой – то-то, а третий – то-то. И почти всегда их славные подвиги вызваны таким потрясающим событием, как грошовая кража, совершенная китайцами. Провинность этого несчастного раздувают в нечто чудовищное. Кричат они для того, чтобы публика не заметила, что множество действительно опасных преступников входит на свободе, а доблестная полиция даром получает жалование. И вот, что еще узнал мальчик. Так как благодаря нашей Конституции Америка стала убежищем для бедных и угнетенных людей всех стран из этих обездольных, ищущих у нас приюта, не разрешается взимать непосильную плату за въезд, то власти издали закон о прививке оспы всем приезжающим китайцам, тут же в порту. И за прививку китаец обязан уплатить назначенному штатам чиновнику 10 долларов. А между тем, любой врач из Сан-Франциска охотно оказал бы ему эту услугу за полдоллара. Так мальчику стало ясно, что китаец не имеет никаких прав, которые следует уважать. Что у него не может быть настоящего горя, а значит и жалеть-то его не за что. Что жизнь его и свобода не стоят ломаного гроша, когда белым нужен козел отпущения, что китайцев никто не любит, не дружит с ними и не помогает им. Никто не щадит их, когда представляется случай их обидеть, и решительно все, отдельные люди, общество и даже представители власти, ненавидят, оскорбляют и притесняют этих смирных и бедных чужеземцев. После всего этого, что могло быть естественнее поступка жизнерадостного мальчика, который весело шел в воскресную школу. В уме его теснились преподанные ему истины, поощрявшие к высоким и благородным подвигам. И он сказал себе мысленно, ага, вот идет китаец, бог меня накажет, если я не брошу в него камнем. И за это его арестовали и посадили в тюрьму. Все, решительно все убеждало этого мальчика, что швырять камнями в китайца – благое, хорошее дело. И вот, при первой же его попытке выполнить священный долг, беднягу карают за это. А ведь ему как нельзя лучше было известно, что для полиции первейшее развлечение – спокойно любоваться, как мясники на Бреннен-стрит натравливают своих собак на ни в чем не повинных китайцев, идти бегут сломя голову, спасая свою жизнь. Принимая во внимание уроки гуманности, которые даются молодежи на всем Тихоокеанском побережье, нельзя не удивляться крайней нелепости этого взрыва благородного негодования, который на днях заставил отцов города в Сан-Франциско торжественно объявить, что полиции отдан строгий приказ арестовывать за нападение на китайцев всех мальчиков, кто бы они ни были и где были не были замечены. Однако, несмотря на всю непоследовательность такого постановления, порадуемся ему от души. И будьте уверены, что полиция тоже им довольна. Ибо арестовывая мальчиков, если они маленькие. Она не подвергается никакой опасности. А газетные репортеры будут восхвалять ее деяния так же рьяно, как они это делали до сих пор. Надо же о чем-нибудь писать. В газетах Сан-Франциско, в отделе местной хроники, теперь появится новый тип заметок. Они будут писаться примерно так. Неизменно бдительному и энергичному полисмену вчера днем удалось задержать малолетнего Томми Джонса после упорного сопротивления. И так далее, и так далее. За этим будут следовать обычные фактические данные и заключительная фанфара, таящая в себя бессознательный сарказм. Мы с большим удовлетворением констатируем, что это уже сорок седьмой мальчик, задержанный отважным полисменом со времени вступления в силу нового постановления властей. Полиция развила усиленную деятельность. В полицейских участках царит оживление, какого не запомнят старожилы нашего города.